Так, я уже столько раз видел, что вы в комментариях пишите, типа, выложи что-нибудь на питоне, и, ну что ж, мне кажется, я пришел к чему-то интересному. Помимо вот этих технологий, у нас будет приложение, которое интегрируется с каким-то сторонним API, так называемую IO-bound нагрузку будем разгружать синхронным питоном, и я пишу на C++, а он вроде как считается перформанс-ориентированным языком, и поэтому я хочу добавить модуль для обработки так называемой CPU-bound нагрузки, то есть каких-то сложных для процессора вычислений. И даже если вы ничего не понимаете, то я постараюсь объяснить вообще все, что мы делаем от установки каждого модуля, вплоть до развертывания и настройки проекта на удаленном серваке. Работать все это будет в вебе, поэтому для примера клиент-сервинной архитектуры я выбрал Telegram, и у нас по дефолту будет как бы мобильный, десктопный и любой другой клиент, плюс мне не нужно будет писать фронтенд самому. Но обо всем по порядку с самого начала. Минутка теории, чтобы вы легче все понимали и впитывали напряжение ролика. Если что, кстати, там будут тайм-коды, чтобы каждый мог посмотреть, что конкретно ему интересно. Во-первых, самая база. Что значит приложение интегрируется со сторонним API? У многих приложений есть какой-то открытый интерфейс, к которому вы можете подключиться уже из своих программ. Например, подключиться к YouTube, сказать «Пришли мне все описания роликов из вот этого плейлиста». Далее, что такое вообще CPU-bound и IO-bound нагрузка? Первый пример, у нас два сценария. Есть какой-то Task X, который супер нагружает процессор. Например, одни из самых медленных операций, которые выполняют современные процессоры, это деление и какие-нибудь, не знаю, тригонометрические функции, вроде синуса и косинуса. Во всяких бенчмарках это активно используют, типа кикбенча. Тут не будет математики, если что, не переживайте. Это просто пример, что нахождение какого-нибудь числа π это сложно для процессора. И называется это CPU-bound нагрузка. Пример номер два, если же все ваши операции упираются в скорость сети, скорость записи, чтение какого-то файла с диска или ожидание запроса из BD, это IO-bound нагрузка. Отправили какой-то запрос к серверу и ждете, пока он придет. Процессор, как правило, простаивает процентов 90 времени. Как эти проблемы решаются в программировании конкретно в Python? Первое, про нагрузку процессора. Использовать модуль мультипроцессинг, который распараллелит вычисления на нескольких процессов на нескольких реальных ядрах. Основная проблема тут, это несколько процессов. Первый оверхед здесь, это создание новых процессов, вообще не дешевая операция, а их взаимодействие, оверхед номер два, то есть обмен данными между этими процессами. В простонародье это называется IPC, ринтер процесс коммуникейшн. В общем, это не самая простая штука, потому что, как минимум, чтобы передать объект между процессами, объект должен быть серилизован и десерилизован соответственно. Если кратко, то серилизация, это очень дорого. Мультитрединг. Дешевле, гораздо дешевле, особенно в скейле, то есть если мы планируем масштабировать и создавать большие булы потоков. Потому что поток это более такая легковесная сущность с точки зрения операционной системы и в сравнении с процессом, как минимум. И самое важное, потоки шарят одну и ту же область памяти внутри одного процесса, то есть обмен данными между ними реализован гораздо проще. Но, сейчас будет чуть сложно, в питоне есть так называемый гилл или лог интерпретатора, где мьютекс лочит поток. Или говоря проще, в каждый конкретный момент времени может работать только этот самый залоченный поток, а другие ждут и вообще не важно сколько их там. Фейк параллельность так называемая. Это про задачи по нагрузке именно CPU. В случае же решения проблемы номер два, именно IO-баунт нагрузки, то в питоне она решается асинхронным программированием, которое в питоне официально появилось несколько лет назад. И до этого люди писали питоновские генераторы YieldFrom. Не хочу создать впечатление, что я что-то об этом знаю, ребят, отнюдь. Это самая верха, которую вы изучаете в первые недели. Итак, короче, достаточно теории, давайте уже начнем что-то делать. Начинаем очень просто с нашего интерфейса. Опять же, чтобы щупать было удобно все приложения, сделаем это все внутри Telegram-бота. Как вообще пишется бот и что это такое, наверное, самое важное. Бот сокращен от робот, это программа, которая выполняет какие-то действия через интерфейсы, предназначенные для людей. В доках для разработчиков Telegram есть целая прям инструкция, как это сделать на нескольких языках. Конкретно до питона тут целых семь библиотек. Мы просто берем первые, потому что она называется, не знаю, Python, Telegram-бот и просто потому что она первая. Описание. Эта библиотека предоставляет чистый питоновский асинхронный интерфейс для API-телеграмма, бла-бла-бла-бла-бла. Но вообще, на самом деле, то, что нужно. Во-первых, это моя версия питона. Писать я буду на ней, но протестируем все и на самый последний. Я думаю, не будет особых проблем. Плюс, я все делаю на маке, но потестим и на линуксе. Прямо тут же в репке есть какой-то веб-сайт, где сходу показан сэмпл, который называется It's Fun, поэтому просто берем его и проверяем. Кстати, вот этот вот плагин, кому интересно, который предлагает мне пути в терминале, называется FIG. Пожалуйста. Стандартно все сетапим, папка внутри файл main, тест и все работает. Далее. Чтобы не захламлять комп чем-то лишним, я буду пользоваться питоновской виртуальной средой. Смысл который в том, что у меня создается что-то вроде изолированного контейнера, внутри которого я делаю все, что хочу с питоном и его библиотеками. И доступно это только внутри этой папки. И, кстати, для супер лентяев, кто просто захочет взять исходники и у себя все собрать, я добавлю инструкцию, как это делать и файлик requirements.txt, который по факту вроде как и есть билд-система в питоне. Поправьте, если я ошибаюсь. Дальше, чтобы сам сэмпл работал, нам нужен токен. Где его взять? Справедливости ради подмечу то, что я уже делал одного телеграм-бота на C++ полгода назад. И я знаю, да, типа C++, там, телеграм-бот. Это был чистый эксперимент. Я к тому, что тогда я узнал, что примерно нужно делать. А конкретно есть так называемый бот-фазер, внутри которого мы и берем этот самый токен. Инструкции с самим API-телеграма, такой, знаете, рукопожатие перед работой. И вообще, типа, я не слишком детально все объясняю. Это на будущие видосы, напишите. Да, мемя, плюс тут можно сетапить и другие настройки, вроде изменения описания, аватара, картинки начальной, активации всяких модов, вроде инлайна, который, кстати, нам, возможно, нужен будет, да, плюс. Отсюда же все удаляем, ревокуем токены, чтобы 15-летние хакеры не пробивали через этот токен, на что вы подписаны со своего основного аккаунта. В общем, бот-фазер это как ваша админка. И, ребята, если вы вдруг сейчас увидите, что я делаю что-то неправильно, то напишите, please, коммент об этом с пометкой Python. Я проверю все эти комментарии. Уверен, что многие из вас пишут на питоне лучше, чем я. Итак, токен, сэмпл, первый запуск и... Работает. Давайте только сразу будем все делать симпатично и, не знаю, правильно. И будем хранить токен в скрытом файле, который предназначен как раз-таки для подобных данных. За это в Python отвечает модуль .env, который также ставим внутри нашей виртуалки и в сам файл переносим токен и дергаем его тут. Круто, есть бот, который работает и умеет здороваться, но мы же не ради этого сюда пришли, да? Мы хотим большего и по случайности счастливы. Я вспоминаю один кейс, который был связан с одним из моих знакомых, где девочка по имени Женя постоянно говорила мне Скин на диск, скин на диск, скин на диск, скин диск, скин диск, скин диск и так далее. Чтобы вы понимали, я никогда в жизни намеренно ничего не закидывал на диск. Ну вот просто так получилось. И если мы сейчас свяжемся эти мысли в одно, то получим примерно следующее. У нас есть Python, у нас есть Telegram и у нас есть тот самый диск Google Drive. И я предлагаю за основу взять то, что мы возьмем Telegram и свяжем как-то его с Google Диском и заставим их вместе работать. Пишем ключевой запрос и попадаем на еще одну приветственную страничку, где есть гайд, как работать с API Google Диском. И смотрите, ребят, почему-то многие люди до сих пор боятся оффдоков и прям постоянно ищут какие-то туториалы, смотрят видосы на ютюбе, прям как сейчас. Но по сути сейчас 2022 год и оффдоки уже давно не такие, какими они были 10 лет назад. Они пишутся людьми в первую очередь, для людей, кроме референс, спасибо, спасибо, само собой. И кстати, одни из самых крутых доков это доки по расту. И скоро будет видик по расту. Да. Поэтому если хотите побыстрее его увидеть, там будет, я считаю, что интересный проект, то лайкайте 10к. Быстро сделайте 10к, быстро его выложу. Итак, к нашим баранам Quick Start от Гугла. Все, что нужно сделать, это включить API и получить тоже что-то вроде токена, который мы получали в TG для работы с TG. Только тут, чтобы работать с API Гугла, конкретно с моим аккаунтом, нужно тоже получить ряд секретных данных. Ууу, только тут это называется не токен, а credentials. Первыми же строчками тут сразу идет инструкция, как это сделать, поэтому кликаем и делаем все по ней. Клик, 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 еще один клик и вот он файлик с секретиками, который мы пока просто скачиваем и в конкурсе смотреть, как там все это работает. Ставим, как тут сказано, суппортящую клиентскую библиотеку для работы с Гуглом. И они тут сразу тоже предлагают затестить первый же сэмпл, поэтому тестим. Копируем его и вставляем наш файлик, но как бы нужно не просто его в тупую копипастнуть и вставить, а сделать все это по интерфейсу работы через телеграмовскую библиотеку, которая у нас уже есть как основа. Поэтому давайте посмотрим, как это делать в Телеграме. Вот еще один сэмпл. Так, это уже такой более подробный и симпатичный телеграмовский сэмпл. Смотрим, что они тут пишут. Вначале какой-то ряд вспомогательных импортов, далее функция дологирования, это, кстати, реально удобно. И затем идет та самая синхронная функция старт с двумя аргументами, из которых можно доставать кучу прям полезной информации, как, например, не знаю, мы выводим вот этот вот текст в наше диалоговое окно бота. И в мейне мы создаем объект с нашим токеном, а дальше добавляем хендлер или на русском языке обработчик нашей этой самой функции старт. Вроде как просто, типа по факту у нас как бы есть функция, которая добавляется в обработчик, вот и все. По этой логике я просто пишу еще одну функцию и добавляю ее в еще один хендлер, уже для вот этого вот сэмпла с гугла. Правильно? Правильно. Только берем еще вот этот вот файлик credentials.json, перетаскиваем его в корень, создаем еще одну функцию, не знаю, listFiles, например, туда закидываем все сэмпла, который будет выводить все файлы с диска, да, очевидно. И добавляем еще один команд хендлер и тестим. Кстати, команд хендлер из названия, да, что это как бы обработчик команд, то есть все, что мы пишем через слэш. У меня там на диске, надеюсь, есть какие-то файлы, поэтому тестим, пишем команду лист и... да, работает. Кстати, для удобства давайте сразу в ботфазере добавим сюда список команд, чтобы их постоянно не печатать, а прям сразу вызывать. И тут же какое-нибудь, не знаю, описание, примерно такое, аватарку, скажем, вот эту и картинку, чтобы все выглядело мило. Например, вот эту. Я не знаю, насколько это правда мило. Напишите. Окей, немного по коду гугла. Мы достаем наши секретки. Авторизуемся и связываемся с API гугла, у них тут комментарии прямо на все на это есть. Дальше вытаскиваем все файлы, которые есть, и выводим их в консоль. Только давайте сразу забузим вот эти вот два тирограммовских параметра, чтобы выводить файлы не просто в консоль, как бы на серваке, а прямо в боте сразу на клиенте. Просто дергаем эту функцию sendMessage прямо внутри этого же самого цикла, проходимся по листу файл, который состоит из словарей, где есть как бы имя и ID файла, и просто выводим, не знаю, скажем имя. Окей, немножко алгоритмов и структур данных, да? Можно изначально создать лист с именами, вытащив их отсюда и просто в одном вызове функции вывести одним сообщением все файлы. Разницы производительности, как бы в кавычках, особой не будет. Как это можно проверить? Да, например, не знаю, стандартным профайлером и SnakeViz. Это такой инструмент для профайлинга, где можно как минимум посмотреть, сколько времени занимает рантайм конкретной функции или вообще всей программы. И вообще, небольшое такое отступление. Реакция человека в среднем где-то 200 миллисекунд. Если у вас вот как приложение убирается в это число, пользователь думает, что все работает моментально и без дилея, он просто быстрее кликнуть даже не успевает по природе людской. Когда у вас какая-то программа есть вроде этой, то вы вот так вот по чуть-чуть тестируете разные кусочки, проверяете производительность, грубо говоря, на миллисекунды. И в конечном итоге, если у вас изначально был отклик в одна секунда, то можно постараться и во всех местах все подтюнить, выиграть и получить финальные 250 миллисекунд. Такая вот лирика. Окей, что там еще есть у гугла? Тут уже очевидно для вас, да, что делать можно вообще все что угодно, любого рода менеджмент вашего диска. И давайте, не знаю, для примера какую-нибудь еще фичу добавим, загрузка файлов, скажем. И смотрите, тут гугл сразу предлагает такой максимально обширный спектр того, что вообще можно делать. Например, добавить вот этот вот доп. аргумент вроде возобновляемой загрузки. То есть, если отвалился интернет, то она возобновляется. Ровно так же, как это делает FTP протокол вроде. Но, как вы видите, тут в сэмпле захоткоженные значения, как в принципе во всех сэмплах, а нам для интерактивности нужна какая-то динамика, поэтому мы сначала будем грузить файл на наш сервер, на наш комп, через интерфейс Телеграма, а уже оттуда его доставать и перетаскивать в гугл диск. Для этого переключаемся в WDKTG и чекаем, как они это реализовали. Делаю я это очень просто и тупо, просто ищу сэмплы с кодом по ключевым словам download, upload, files и так далее. У них это называется код-сниппетс, как и у многих, и тут мы сразу видим, как заливать файлы в Телеграм. Небольшое резюме перед тем, как мы пойдем дальше, чтобы вы четко понимали, что мы делаем и успевали за мной. У нас есть какой-то сервер, либо наш комп, либо какой-то удаленный, где мы и запускаем наше приложение Телеграм-бот. И через этот интерфейс Телеграм-бота, который нам просто дается по стандарту, отправка сообщений, загрузка файлов, меню можно добавить, да вообще что угодно. То есть через него мы можем загрузить файл и он будет лежать либо у нас на компе, либо на каком-то удаленном сервере, где собственно и запускает сам Телеграм-бот. Надеюсь понятно. Поэтому давайте попробуем. Этим сниппетом просто загружаем файл сначала к нам на ком. И просто чтобы было почище, создадим отдельную папку для всех загруженных файлов и укажем это через кастомный путь. Плюс давайте сразу вынесем в отдельную функцию эту тимфикацию, чтобы опять же просто было почище. Далее во все захардкоденные места со сниппета гугла мы добавим наши динамические данные в виде и мини-файла, и путей. Все это достается как раз таки из апдейта и контекста телеграмовских аргументов. Мы можем так делать, потому что создатели библиотеки поплотели. Спасибо им. Так, сразу тут еще один хендлер, куда передаем уже эту новую функцию. Но тут сразу небольшое изменение, конкретно не command-хендлер, а message-хендлер. Обработчик команд предназначен очевидно, да, для команд, которые мы вводим через слэш. А обработчик сообщений обрабатывает все виды сообщений, в том числе и медиасообщения. Это очень важно, то что нужно. Только я первым параметром сюда сразу передаю фильтр, но такой знаете, очень широкий фильтр, то есть функция будет обрабатывать прям все сообщения. Я не шарю, но думаю, как минимум для отдельных видов сообщений, вроде документов, видосов и фоток, нужны отдельные хендлеры. Но и так все сработает. Окей, тестим, грузим любой документ. И, во-первых, смотрите, сначала файл появляется в нашей папке, downloaded, а уже отсюда грузится в Google Drive. И работает, кайф. Надеюсь, шаблон сейчас стал более понятен. Мы можем добавить все, что есть у Google, и сделать такой, знаете, full менеджер диска чисто из Telegram-бота. Вот так вот просто. Когда будете все это скейлить и будут какие-то проблемы, пишите в комментарии, попробуем просто вместе со всем с этим разобраться. Но у нас есть еще вторая часть, более такая темная и грязная. Это все была Yobound-нагрузка со синхронными функциями. То есть наш процессор, по сути, ничего не делает. Все это упирается в работу сети, записи, чтение файлов, в общем, что угодно, только не CPU. А что если мы хотим добавить функционала по нагрузке процессора? Вариаций просто куча. Можно, по сути, сделать какой-то, знаете, промежуточный лейер, который будет брать видосы, которые мы грузим, монтажить их в какой-то клип, накладывать музыку, сжимать их и выгружать на драйв уже готовые при продакшн видосы. Дивен Крофорд делал что-то похожее с FFMPEG вот в этом ролике. Получилось, кстати, прикольно. И, ребята, можем сделать что-то похожее на это. Вы просто только дайте мне знать. Итак, следующая фича, конкретно на бэкэнде мы сейчас добавим модуль для обработки сложных вычислений именно на процессоре. И делать это будет не просто питон, а питон в связке со старым добрым Си. Более того, делать он это будет в нескольких потоках реальных, то есть мы отключим питоновский гилл. Да, это потенциально создаст кучу новых проблем синхронизации, рейс-кондишенами, счетчиком ссылок на объекты и так далее. Но тема многопоточности это прям отдельная тема для отдельного ролика. Я хочу показать вам возможности и что вы, в принципе, можете так делать. Сейчас будет грязь. Делать монтаж видосов на бэкэнде, как у Крофорда, это круто, но мы сделаем что-то попроще для смотрибельности и наглядности. Пример, для начала, первый модуль пусть будет большая какая-нибудь локация и бинарный поиск по массиву. Заодно проверим, работает ли это все вообще. Папка low-level для файлов Си, там же сразу сишный файл с парой простых функций. Если не знаете Си, то тут нет ничего сложного. Мы выделяем память для массива данных размера N и инициализируем этот массив в цикле размером, который передаем. То есть 1 миллион элементов, элементы от 0 до 1 миллиона минус 1. Далее бинарный поиск с нуля, имплементация ваших любимых алгоритмов. И я сделаю сейчас супер отмороженную штуку, так вообще никогда не делайте. Мы внутри функции поиска элементов будем вызывать наши функции для локации и генерации данных, чтобы вы наглядно успели увидеть, как работает ваш процессор линейно в нескольких потоках и в нескольких процессах. Сразу проверим, что получается, и типа сейчас задержка, потому что выделяем прямо много памяти, и затем бинарный поиск, который работает супер быстро. Изи. Затем, чтобы вызывать этот сишный код из-под питона, нам нужна штука, которая называется Citan. Это суперсет питона, который позволяет вызывать Си прямо из питона, плюс писать на Си прямо внутри питона. Но, чтобы все это работало, нужно немножко потанцевать с бубном. Сначала ставим его в виртуалку и добавляем файлик до интерфейса питона AC, который назовем просто незамысловато NoGill. Внутри него будет все супер индуитивно и достаточно просто. Первый CDF, это как раз таки сайтановский синтаксис, будет экспорт наших сишных функций, конкретно бинарного поиска для начала. Кстати, писать эти функции можно прямо в сишном файле, а конкретно вот в этом CDF, но мы их экспортируем из наших сишных файлов, потому что это просто прикольно. Затем создаем промежуточную функцию, которая будет вызывать нашу сишную, только что экспортированную функцию, и в конце создаем уже питоновскую версию, которая будет дергать нашу сишную, и то, что возвращает сишная, будет записывать в переменный результат. То, что и возвращает бинарный поиск. Сейчас все станет понятнее. Плюс, наверное, самое важное. Обратите внимание на то, что я тут ставлю ту самую аннотацию NoGill, то есть мы выключаем лог интерпретатора, и сейчас все будет работать в реальной многопоточности, потому что если тут оставить WithGill, то работать будет только один поток. И, смотрите, небольшое мотивационное отступление, чтобы вы более четко понимали, что я беру все это не из головы и не в качестве того, что мне нечего сказать, а то, что это возможное будущее всех вас, питонистов. Это репка CPython, та самая реализация питона, которой мы все пользуемся. Есть еще и другие, но это наш, так сказать, main, который мы ставим с офсайта. Активная работа. А до контраста вот этот проект, который называется NoGill, прям как мой файлик. Это форк этого самого репозитория CPython, как вы видите, но тут уже ребята потеют на протяжении 100 тысяч коммитов над тем, чтобы мы пользовались реальной многопоточностью в питоне. Что скажете вообще? И, ребят, на фоне вот этой вот инфы хочу вам кое-что предложить, тем, кто до сюда дошел или кликнул таймкод. 20к лайков, и мы форкаем вот эту вот CPython репку, добавим туда какую-нибудь новую фичу, и вы будете считаться челами, которые понимают фронтенд CPython, потому что я вам это объясню, и более того, модифицировали его. Думаю, это будет прикольный кейс в вашем резюме, а для меня просто супер потное видео. Итак, у нас есть c-файл с core функциями. У нас есть site and file, чтобы этими функциями пользоваться уже в самом питоне. Теперь пишем питоновский файл, где мы все эти функции и опишем. Создаем новый файлик, я его так и назову, прям performance. Тут сразу пишем один декоратор, суперстандартный, который поможет нам смотреть, сколько времени прошло от начала до конца выполнения конкретной функции. Как конкретно он работает? Смотрите, функция, внутри которой есть функция обертчик, где есть вызов функции, которую мы декорируем. Где перед вызовом декорируемые функции мы начинаем отчет времени, а после того, как эта функция завершилась, завершаем отчет времени, и возвращаем просто отформатированную строчку со временем и результатом. Изи. И чтобы протестить все то, что мы сейчас пытаемся сделать, нам нужны три основных функции. Это линейная, многопоточная и многопроцессная. Тут же их и описываем. Первая линейная, то есть там все вычисления будут происходить по очереди в одном потоке, как и работает по дефолту питон. Асинхронность тут не сработает, потому что все это нагружает именно процессор, а не любого рода вот вывод, айоу. Распроверивать фейк потоки, которые будут ждать Mutex 24 на 7, ничего не изменит, поэтому следом идет та самая интересная многопоточная функция. У нас до этого было, смотрите, 5 вызовов сишных функций, поэтому тут мы создаем ровно 5 потоков по одному вызову в каждый. Просто в каждом потоке вызываем наш поиск, начинаем эти потоки и завершаем их после выполнения. Тут мы еще возвращаем лист с результатами, о котором я не говорил в сайтовском файле, но попробую объяснить это тут. Смотрите, мы в потоке передаем функцию, которую и дергаем. И результат, который функция эта возвращает, мы записываем вот в этот вот лист. Это просто самый тупой способ, как достать возвращаемые значения функции, которые мы вызываем в потоке. Лучше я просто ничего не придумал. И чисто для контраста, третья функция уже с питоновским мультипроцессингом. То же самое, как и с потоками, только структура данных не лист питоновский, а так называемый shared list, как раз таки потому, что процессы изолированы друг от друга, и мы явно маркам эту структуру данных как расшаренный объект по памяти между несколькими процессами, о чем я и говорил в начале про IPC. Простой лист тут не прокатит. Окей, чтобы теперь использовать то, что находится в файле PX, нам нужно все это дело скомпилировать и собрать. Те, кто пишут на питоне, для вас это супер чуждо, но ребята на C и C++ постоянно этим занимаются, компиляция и сборка. Но сайты на разработчике все это понимают и тоже пытаются максимально упростить весь процесс, поэтому работает это следующим образом. Создаем файлик setup и добавляем туда следующее. Если что, то вся эта информация лежит в овдоках, и даже то, что мы сейчас делаем, это на самом деле не такая уж и сложная штука. Итак, что должно быть в файле setup.py? Файл, который нужно скомпилировать. Модуль, который мы создаем и будем использовать, и функция setup, которая просто все это дело собирает воедино. Только давайте только перед билдом немножко опять же все структурируем для читабельности. Примерно вот так вот, да. Папка с модулами C, папка с питоном, наши файлы виртуальной среды и в корне main и всякие там секретики. Билд, и все собирается. Только я добавил сюда еще флаг минус b, а не in place стандартный, который показан вовтуториале. Это как раз таки для создания отдельной папки для бинарников. Но тут есть такая сразу одна небольшая проблемка, что если мы сбилдим сейчас все еще раз, то ничего не будет, ничего не перебилдится, потому что у нас появляется уже сгенерированный C-шный файл плюс бинарники. И билд-система думает, что как бы зачем все ребилдить, вот все же у тебя уже есть. То есть даже когда мы изменим что-то в C-шных файлах, а мы изменим, то она ничего не пересоберет. Поэтому допишем такой простецкий bash скрипт. Почему не Python скрипт? Хороший вопрос, потому что bash сейчас есть везде, даже в холодильнике, в часах и так далее, а Python еще нет, поэтому учим bash, ребят. Первыми двумя строчками удаляем наш C-шный модуль, вот этот. Далее удаляем старые бинарники, вызываем ту самую команду для билда и переносим тот самый массивный сгенерированный C-шный файл, например, не знаю, к нам в папку low-level. И сейчас, когда мы дергаем уже этот скрипт, то все пересобирается и раскидывается по своим местам. Скорее всего это можно делать и средствами билд-системы Cytone, но я просто лентя, и мне лень это гуглить. Поэтому просто дописываем билд-систему сами. И теперь уже в самом боте, чтобы все было симпатичнее, добавим кнопочку с inline-клавиатурой. Опять же, просто сразу смотрим примеры, как они это делают, потому что тут есть каркас вообще для любого бота. Inline-бот как раз-таки, и нам нужны вот эти вот две функции. Во-первых, описание кнопочка, первая функция, и вторая, то, что происходит, когда мы на эту кнопочку будем нажимать. Давайте только пока оставим тут только одну кнопку, изменим текст, и уже во второй функции описываем саму логику. Сразу за хардкожу сюда вот такой вот индекс, который будем искать, затем вытаскиваем этот индекс тут, и уже ищем его нашим сишным бинарным поиском. Дергаем все три функции, линейная, мультипроточная и мультипроцессная. Последние штрихи конкретно в нашем интерфейсе. В мейне добавляем, как сказано в сэмпле, хендлер для команды, а я назвал ее просто сайтом, первая функция. И уже в callback query хендлер саму кнопочку, вторая функция. То есть, понимаете, да, command-хендлеры для slash-команд, сообщения для всех видов сообщений, в том числе и медиа, и callback-хендлеры для, не знаю, всяких кнопочек и клавиатур. Тестим, и момент истины. Как вы видите, примерно секунды уходит на то, чтобы выделить вот столько вот памяти для каждого звоночка. Сам по себе поиск очень быстрый, но результат вы видите сами. Если сейчас убрать примерно секунды из каждой локации и оставить только поиск, то производительность в случае с реальной настоящей многопоточкой примерно 50%. Мультипроцессинг, как минимум, на маке тоже проигрывает, но все равно быстрее, чем линейный. И просто, чтобы вы понимали, 50% перформанса это гигантские цифры. То, что мы сейчас делаем, это синтетика. Но если бы вы работали в каком-нибудь гугле, я не знаю, и выиграли те же самые 0,5% перформанса, гугл бы вас очень любил, заплатил бы вам денег, а сам бы сэкономил, не знаю, я предполагаю миллионы долларов. И давайте такую вот последнюю часть сделаем следующим образом. Затестим все это на линукс сервере, потому что линуксы покрывают большую часть серверов в интернете. И если вы будете разрабатывать этот проект или какой-то другой, плюс разворачивать это где-то в интернете, то работает, скорее всего, это будет именно на линуксе. Плюс давайте добавим еще какой-нибудь модуль для теста производительности. И я вам в конце еще все раз резюмирую, нарисовав всю архитектуру и принцип работы. И смотрите, у меня нет линукса, у меня есть только мак и винда. Но я сделаю все это в облаке Selectel, потому что у них там линукс точно есть. Что такое вообще Selectel? Это компания, которая предлагает всякие там облачные решения для ваших проблем и не только. Проще, наверное, будет показать на примере. Создаем сервак с последней Ubuntu и самым дешевым железом. Один процессор, 500 мегабайт оперативки и 5 гигабайт SSD. Более того, от этого процессора мы будем пользоваться только 10% мощности. Вот через эту вот опцию Shared Line. Этого супер хватит, чтобы обузить основной функционал работы с гугл диском. Но самые смышленные из вас уже понимают, что нас сейчас примерно ждет, когда я буду распараллеливать вычисления на несколько реальных потоков, когда у меня есть только одно ядро по факту. Короче, в день это будет стоить примерно 10 рублей. Поднимаем сервер, он работает. Далее обновляем тут все, что можно, потому что это Fresh Linux. Далее я просто вынесу все зависимости проекта в Requirements Text и просто заливаю весь коп на GitHub, а после этого на серваке все с GitHub выкачиваю. Все заново собираем под Linux, потому что алгоритму менять вообще ничего не нужно. Далее запускаем и тестим. Файлы заливаются, файлы заливаются, файлы выводятся, файлы выводятся. Но если же мы сейчас потестим наши модули для производительности, то получим сходу что? Да, в Segmentation Fold. Почему? Хороший вопрос, потому что мы выделяем памяти больше, чем у нас есть в виртуалке. Мы можем сделать две вещи, чтобы это пофиксить. Либо просто выделять меньше памяти, либо добавить ресурсов в виртуалку. Первое, easy, мы просто можем изменить количество выделяемой памяти в нашем C-шном файле под максимальные возможности сервака. А второе, в секторе прямо на ходу можно изменять конфиги, например, вот так вот. Стоить это, правда, будет x100, но большие вычисления несут большую ответственность. Рестарт, тест и... Да, работает, кайф. Тестим нашу CPU-балант нагрузку и... Да, теперь все окей, никаких сегментейшн фолтов. Только смотрите сразу, да? Идеальный пример разницы операционных OSX и Linux Ubuntu. На Linux мультипроцессинг работает даже чуть быстрее, но я более чем уверен, что если посидеть и покопаться, то мультитрейдинг все же будет выигрывать. Это то, насколько я понимаю, принцип работы операционных систем. Я могу быть неправ. Также те, кто будет это собирать и подгонять под свои проекты. Помимо поиска мы можем добавить еще что-то, без всяких там локаций громадных, например, не знаю, вычисления числа пи, которые активно используются в той же графике. Показываю, насколько легко и просто расширять этот функционал. Создаем еще одну функцию в C-шном модуле. Это самое стандартное нахождение числа пи по формуле Лейбница. Затем также вычисляем все это линейное, многопоточное и многопроцессное. Уже можете сами выбирать, что вам конкретно нужно. Плюс для красоты добавим сюда в бот еще вот такую вот штуку, опять же, из официальных сэмплов. У них это называется Conversation Handler, где у нас будет уже две кнопки и два теста, соответственно. Также проверяем, две кнопочки, работает сначала поиск и работает, и потом находим уже число пи и работает. Супер! Теперь давайте подрезюмируем весь этот коротенький экскурс в разработку программного обеспечения. У нас в качестве интерфейса есть Telegram-бот для работы с каким-то сторонним сервисом, конкретно Google Диском, где вся сетевая нагрузка разгружается асинхронностью. Мы подключаемся к открытому API Google Диска, и вместо того, чтобы прям в самом диске нажимать всякие кнопки, можем управлять этим диском из-под этого самого Telegram-бота. Делать это можно не только с Google Диском, а вообще с чем угодно, у чего есть открытый API. И если вы будете писать на питоне, то, скорее всего, часть вашей работы будет заключаться именно в работе с различными API. Помимо Google Диска, у нас в проекте есть фичи по обработке каких-то CPU-bound нагрузок, которые также достаточно легко скейлятся. Но сам интерфейс я не тронул, конкретно как и что выводить в клиентском окне Telegram, потому что все это настраивается очень легко, и под вкусы каждого плюс я супер не шарю в UX-дизайне, где какую кнопочку оставлять. Да. Ребята, если вам нравятся ролики с написанием кода и вообще какой-то разработкой, то ставьте лайки, я буду делать такого больше. Если вам нравится конкретно этот проект и вы хотите дать какую-то ему жизнь, то ставьте 10к лайков, будет 10к, прямо сяду, подумаю и выключу вам что-нибудь интересное, надеюсь. Также, если у вас будут какие-то конкретно вопросы или проблемы относительно конкретно этого проекта, то пишите в комменты, будем вместе разбираться. Для тех, кто любит читать, в описании будет ссылочка на статью, где описан весь процесс разработки, плюс весь код будет на гитхабе. Ну а от меня, как обычно, только добра. Субтитры сделал DimaTorzok